В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В ходе проверок выявлен целый ряд нарушений в связи с загрязнением реки Гвоздянки и массовой гибелью рыбы в Сухановском пруду. Возбуждены административные дела управлением Росприроднадзора, территориальным отделом Росрыболовства. И вопрос находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре. Пока ведутся еще административные расследования. Строго по пешеходному переходу в городе прошел очередной профилактический рейд. Взрослое поколение все-таки старается соблюдать правила дорожного движения. Ну, хотя бы своим примером показывая нашему молодежи, как себя нужно вести безопасно. Новогодний карнавал в Королевстве Барби. Уникальная выставка кукол открылась в Центральной библиотеке. Количество на самом деле не ограничено. Хочется еще, еще, еще. Потому что их очень много разных красивых. В ноябре мы уже рассказывали о массовой гибели рыбы в Сухановском пруду из-за грязнения реки Гвоздянки с точными водами и сливами из очистных сооружений новых микрорайонов. В ходе проверок, организованных администрацией муниципалитета, Росрыболовством и Росприроднадзором специалисты выявили целый ряд нарушений. Кто виноват в экологической катастрофе и как спасти реку, выясняла наш корреспондент Екатерина Борисова. Эта история началась еще в ноябре, когда местные жители деревень Суханово и Лопатина пожаловались в администрацию муниципалитета на характерный запах канализации, исходивший от реки Гвоздянки и Сухановского пруда, а затем и массовую гибель рыбы. Тогда на место оперативно выехали представители администрации Росрыболовства и Росприроднадзора для разбирательства. Все-таки решили сами провести свое внутреннее административное расследование. Пришли по реке от точек сброса до Сухановского пруда, нашли несколько источников. По итогам расследования в здании администрации муниципалитета прошло совещание, на котором озвучили множественные зафиксированные нарушения. Используется ливневка не по назначению. То есть туда периодически, и периодичность это достаточно высокая, сбрасываются хозяйственно-бытовые отходы. То характерно запахами, температурой. Оказалось, что температура речной воды после прохождения через коллектор и точку сброса сочистных сооружений повышается аж в 6,5 раз. А анализы отобранных проб показали, что природной экосистеме нанесен значительный ущерб. Наблюдалось значительное превышение от десятков до сотен раз предельных концентраций по гидрохимическим показателям, по тяжелым металлам, нефтепродуктам, фенолам, которые установлены для рыбохозяйственных водоемов. Сейчас очистные сооружения, обслуживающие жилые комплексы Государев дом, Суханово парк, Видный город, Восточное Бутово и Бутово парк эксплуатируются со стопроцентной нагрузкой. Присутствующие на совещании представители компаний-застройщиков и частных эксплуатирующих организаций свою вину отрицали. У нас из всего состава есть незначительные превышения только по одному показателю, по нитритамонию, по-моему. При этом многие вещества у нас ниже фона реки, которые приходят выше по течению. Я могу сразу сказать, что у нас никакой несанкционированной врезки постбытовой генализации в ливневую нет. Все инженерные сооружения работают автономно. Тем временем Росрыболовством уже рассчитан размер ущерба. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Возбуждены административные дела управлением Росприроднадзора, территориальным отделом Росрыболовства. И вопрос находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре. Пока ведутся еще административные расследования. По итогам совещания было принято решение провести дополнительные отборы проб в реке на точках сброса и в предполагаемых источниках загрязнения. А также повторно провести проверку очистных сооружений и обследование сетей ливневой и хозботовой канализации в ЖК «Государевдом» на следующей неделе. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видно-ТВ. Регулируемый пешеходный переход на Советской улице многие жители продолжают игнорировать, пересекая проезжую часть в нескольких метрах от него. Именно на этом проблемном участке сотрудники госавтоинспекции провели очередной профилактический рейд, чтобы еще раз напомнить пешеходам правила безопасности на дороге. Для проведения акции «Пешеходный переход» на Советской улице сотрудники ГИБДД выбрали вторую половину дня. Именно в это время большинство учащихся видновской школы номер 4, расположенные неподалеку, возвращаются домой. Для безопасного передвижения через проезжую часть здесь находится регулируемый переход. Ученицы 4-го класса Алиса и Аня с правилами дорожного движения ознакомлены хорошо. Нам рассказывали старшеклассники. И мы проводили классный час иногда. Сотрудники госавтоинспекции уверены, что проведение подобных мероприятий пополнит ряды грамотных пешеходов. Сегодня мы как раз наблюдали ситуацию, когда, можно так сказать грубо, 50% наших участников юных соблюдают правила дорожного движения, переходят дорогу по пешеходному переходу. И вторая часть наших, так можно сказать, недисциплинированных ребят – переход, проезжую часть по дороге. Вот мы сегодня еще раз с ними проводили профилактическую беседу. Еще раз им напоминали, как нужно себя вести на улице нашего города. В ходе рейда инспекторы вручали детям световозвращающие элементы. Присутствие их на одежде особенно актуально в это время года, когда темнеет рано. Вот я смотрю, на вас темная курточка одета и без световозвращателей. А вот как вы думаете, для чего он нужен? Чтобы ночью, если ребенок переходил, когда светили на него фарами, то видели, чтобы не сбить человека. По итогам акции сотрудники ГИБДД отметили, что большинство взрослого населения переходят дорогу на этом проблемном участке правильно. Хочу отметить, вот если посмотреть на наш пешеходный переход, взрослое поколение все-таки старается соблюдать правила дорожного движения. Ну, хотя бы своим примером показывая нашим молодежи, как себя нужно вести безопасно. Дорога в школу для многих учеников связана с пересечением проезжей части. Задача таких профилактических мероприятий – еще раз напомнить юным пешеходам делать это правильно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Мы уже рассказывали о маленькой видновчанке Вике Филатовой, которой требуется наша с вами помощь. У девочки диагноз гигантский – меланоформный невус. Опасность его в том, что любая травма, а также солнце, могут спровоцировать перерождение доброкачественного образования в меланому – рак кожи. Поэтому необходима операция, стоимость которой – несколько миллионов рублей. Деньги собирали всем миром. В неделю доброта и щедрость и жители Ленинского округа активно откликнулись на призыв о помощи. Подключилось градообразующее предприятие – Московский коксогазовый завод. Основную работу по сбору средств взял на себя благотворительный фонд «Алеша». За это время была собрана существенная сумма. Сегодня сбор средств продолжается. Осталось, так сказать, сделать последний рывок. Необходимо еще чуть более 500 тысяч рублей. Чтобы помочь Вике, отправьте смс на номер 9112, указав сумму пожертвования или любым удобным способом на сайте благотворительного фонда «Алеша» – alesafond.ru. Новогодний карнавал в королевстве Барби. Под таким названием в Центральной библиотеке открылась выставка местной жительницы коллекционера Татьяны Ручкиной. На витринок экспозиции не только Барби и ее друг Кен, но и герои всеми любимых фильмов, а также суперзвезды Мэрлин Монро, Элизабет Тейлор и другие. Наш корреспондент Татьяна Брылова познакомилась с автором выставки и ее любимыми куклами. Никакая пандемия не в силах отнять у человека желание жить, любить и восхищаться прекрасным. Яркий тому пример – коллекционер кукол Татьяна Ручкина. Персональная выставка, которая открылась в Центральной районной библиотеке. Татьяна Ручкина влюбилась в Барби, еще будучи совсем юной. Но в детстве, рассказывает коллекционер, дорогая игрушка была не по карману. Поэтому первая кукла в стиле Барби появилась у Татьяны всего 10 лет назад. Сегодня в ее коллекции более 200 игрушек. В интернете я нашла форум, где взрослые коллекционеры собирают кукол и решила осуществить свою мечту – купить Барби Вивьен Ли из «Унесенных ветром». Ну и с этого началось все, что продолжилось. Татьяна рассказывает, что увлечение Барби – это не просто коллекционирование кукол. Это интересные знания и даже дизайнерское искусство. Некоторые, допустим, покупаются не прямо в коробках, а их раздетыми. И потом их приходится приводить в порядок. Я их причесываю, восстанавливаю волосы и потом одеваю в разные аутфиты. Узнав об удивительной коллекции, сотрудники библиотеки предложили Татьяне, так сказать, и явить своих драгоценных кукол миру. Интерес эта выставка вызовет у всех. У детей, потому что это просто красиво, очень нарядные костюмы. У взрослых, потому что это кусочек нашей жизни, кусочек нашей истории. Это действительно фильмы, это герои книг, это герои артисты, певцы и так далее. Это действительно очень увлекательно. Выставку можно посмотреть самостоятельно, придя в библиотеку, а также увидеть подробную онлайн-экскурсию по экспозиции в социальных сетях. О самых интересных куклах расскажет сама Татьяна Ручкина, которая знает о своих игрушках, кажется, все, и не перестает мечтать о новых куклах. Количество, на самом деле, не ограничено. Хочется еще, 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 потому что их очень много разных красивых. И вполне возможно, что через время в библиотеке откроется очередная выставка, в которой появятся новые герои волшебного королевства Барби. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»